Знаю, что вы слушаете и знаю, что вы много читаете Суму Божьего, и поэтому попытаюсь не открыть что-то новое, потому что если человек что-то говорит, что оно новое, это или ересь какая-то старая, или же человек решил помочь. Ну, ни первое, ни второе. Я просто хотел бы сегодня поделиться тем словом, которое Бог открыл для меня. Со временем, каждый год, читая некоторые места Священного Писания, я вижу новогранность Его значения. Это не то, когда ты хочешь просто увидеть то, что ты хочешь, а это действительно то, что Бог вложил, и то, на что иногда мы не обращаем внимания. Но это скорее по нашей невнимательности. Поэтому я бы хотел сегодня поговорить и наше все внимание обратить на слово Божье, на текст, который мы очень хорошо знаем. Мы попробовали сегодня проанализировать себя в этом тексте, посмотреть, и, может быть, посмотреть на некоторые вещи по-новому. То есть, когда Христос говорил очень много, говорил истин из Ветового Завета, и Он не говорил что-то такого нового, Он говорил по-новому так, что иногда Его слова звучали, как, Он говорил, так и написано, как «Влац имеющий», например, или как «Голос с неба». То есть, когда люди удивлялись и говорили, не знали ли мы мать и отца Его, и братья, и сестры с нами, Он так глубоко смотрел в закон, в котором Он видел не только букву, не только 10 заповедей, не только предписание и установление, а Он видел Дух. Почему Господь так говорил? Почему Господь давал именно такие заповеди, а не другие? И поэтому отношения между человеком и Гором для него были личные, как личностные. И это очень важно для тех людей, кто имеет личные отношения с Гором, не просто читать Библию, обидеть в Библии, видеть Слово Божие, видеть не просто какие-то там теологические вопросы, темы, постулаты, какие-то там схемы, учение о богословии, хотя оно очень важно, но личные отношения с Богом намного важнее. И вот в этом тексте, в котором мы сегодня посмотрим на этот текст, и на многие другие сделаем такой экскурс в жизнь евреев, потому что очень важно нам сегодня понимать, когда Христос говорит все, что Он там говорит людям, то люди понимают это. Это не означает, что там, например, Христос сказал, а вы это узнаете, когда через 40-50-60 лет какой-то евангелизм напишет евангелие, и ответ на этот вопрос вы прочитаете в том-то евангелии или в том-то послании. Когда Христос говорит о чем-то, люди понимают. И Он говорит, это не просто какие-то праздные слова, и так решил поумничать на основании Старого Завета. Он говорит и понимает люди, о чем Он говорит. И поэтому очень много того, что говорил Христос, я стараюсь всегда рассматривать в свете жизни евреев. Как евреи понимали, что они понимали, когда они слышали тот или иной призыв Христа. И вот один из таких примеров. Я думаю, все вы знаете эту формулу. надвиг хлор. Кто знает и кто не видел этой презентации, что это за формула, чего? Это обычная соль. И текст Священного Писания я хотел бы открыть. Это Евангелие от Матвея. Вот пятая глава, тринадцатый стих. Это текст, который мы очень хорошо знаем. Когда Христос сказал своим ученикам, то есть тем, кто пошли за Ним, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Разве что выбросить ее вон на покрание людям? Когда Христос говорит о соли, и Он называет людей солью, мы должны понимать, что Он конкретно имел в виду. Когда Он говорит не просто, что соль как физическое какое-то значение. Хотя поверхностное значение, оно тоже интересно, и оно тоже иногда поучительно. Вот как, например, вы говорили о этой формуле Натрий и Хлор. Все мы знаем, даже с химии, это школьная какая-то программа, любая. Вот, и я думаю, в Канаде она ничем не отличается, что Натрий и Хлор, как отдельные субстанции, они очень опасны для человека. Но когда их совместить, то получается такая вещь, без которой человек, ну, тяжело жить без соли. Я себе даже не представляю себе жизни без соли. Она есть всюду. Без нее практически невозможно. Вот. Но Христос не это имел в виду. Почему? Потому что когда Евангелие Лука, который не был учеником, и когда описывал то, что говорил Христос, Евангелие от Луки, вот, пожалуйста, это 14 глава, Христос сказал, имеющий куши, да слышит. То есть речь идет о соли. Почему? Потому что многие, которые слышали, когда Христос сказал, что вы соль земли, они не понимали, о чем речь. И сегодня очень много, я даже слышал, я даже наступал на эти грабли, когда-то в начале своей деятельности. Вот. Когда очень много говорили о соли, о том, как она влияет в процессе пищеварения, приготовки пищи. А все, что мы угодно говорили, но на самом-то деле, не это имел Христос в виду, когда сказал, кто имеет уши, пусть услышит. Что услышит? Вы соль земли. И вот один из таких примеров, когда Христос им говорит, а они не понимают. Следующий слайд. И они не понимают, потому что очень многие, даже сегодня христиане, когда читают Слово Божие, они делают вот такой поверхностный обзор, или смотрят, ну, действительно, и я слышал очень много даже проповедей на эту тему. Как мясо там не распадается, или наоборот, как приготовить соль, хотя Христос не имел это в виду. И начинают говорить там за пищу, за химический какой-то элемент. Ну, помните, я вначале говорил натрий хлор, что соль употребляется в лекарствах. У нас тут есть медики, и многие знают, например, многие капельницы на основании соли. Я же, думаю, правду говорю. Соль принимал, когда-то даже ее употребляли как средство гигиены, то есть солили воду, купали детей, евреи. И очень много говорят на эту тему. Когда-то соль даже была платой за работу. И мало того, что эта плата, на нее не было какого-то налога. То есть, кто занимался этой промыслом соли, они не платили налога, потому что соль без нее никак. И, естественно, договора. Очень много сегодня есть азиатских стран, которые в посевочный день используют соль в качестве такого как бы физического договора. Это когда соль посыпается, или соль в руке одного и другого человека, когда подают друг друг другу, когда этот договор на основании соли он считается как бы действительным. И это есть в посевочный день даже в евреях. Вот. Вот эти вот все моменты. И это была основная часть всего израильского народа. Но не это имел в виду Христос, когда сказал «Вы соль земли». Почему? Потому что евангелист Марк пишет, можно там дальше, «Имейте соль в себе». И предыдущий слайд. Предыдущий, да. Когда Марк говорит «Имейте соль в себе», что он имеет в виду, исходя из этих шести пунктов? С чего? Не это он имеет в виду. Когда Христос говорит своим последователям «Вы соль земли», не это имеется в виду. То есть, как что понимали евреи, когда Христос обозвал их солью земли. И это очень важно. Почему? Потому что практически каждый еврей понимал значение соли для их культуры. Это духовное значение, не физическое. Можно сделать из физических, материальных вещей для себя какой-то пример. Ну вот, например, когда Соломон говорит «Пойди там поучись у муравья». Ну, и многие другие такие. Но мы не муравьи, правда? У нас есть свое предназначение, у нас есть своя цель. Но иногда Бог говорит нам элементарные принципы природы, чтобы поставить человека как бы на свое место, образумить его. Почему? Потому что он забывается, кто он есть. И вот Христос, когда говорит своим ученикам «Вы соль земли», он напоминает им, кто они есть. И на самом деле, соль, когда я рассматривал эти все моменты, для духовный смысл соли в израильском народе, я был шокирован, я не знал этого. Потому что Библия, она настолько много грана, там очень много историй. И между этих историй, между строк, всегда есть какое-то послание, есть такие нюансы. И поэтому богослов или теолог, это не тот, который прочитал пару раз Библию, и он думает, что он уже понял Библию. Если бы было бы так. На самом-то деле, понимать Библию и читать Библию, это большая разница. и чем больше ты начинаешь читать, вникать, тем больше начинаешь понимать, насколько я не понимаю. Это не то, что говорит о том, насколько мы глупы. Нет. Это говорит, насколько Слово Божие, оно действительно многогранно. И вот в этом духовном значении я нашел такие моменты, с которыми я не мог не поделиться с вами, потому что для себя я очень много чего взял в своей жизни. Я помню, когда-то дедушка, помню, в Советском Союзе всегда, что-то, я не знаю почему, всегда бегали и мамы посылали за солью к соседам. Я не знаю, почему это так. Как-то мне так надоело, что я пошел в магазин и купил 15 килограмм соли. Я ей не притянул, я в школу не ходил, я притянул, мне было так неловко бегать, постоянно покупать соль. Я притянул и говорю, мама, все, я не буду больше ходить к соседям. Принес эту соль, и когда я принес эту соль, основным таким мотивом для меня был поступок моего дедушки. Мой дедушка, я очень слабо его помню, но однажды один урок, который он мне дал, я запомнил во всю жизнь. Он тоже был всегда в про запасы, всегда у него была соль. И когда другие приходили, он говорит, у меня нет никогда проблемы с солью. А мы маленькие были. А где же вы берете постоянно соль, что он жил на окраине села, и у него постоянно была соль. А он просто был про запасы. Он говорит, у меня такие соли на шее, на руках, на ногах. я вот это на ночь заматываю тряпочку, и потом утром встаю, и у меня соли вот так. Ну мы же такие, действительно это правда. Но я запомнил это. Он просто был про запасы. И когда мы говорим о соль, о значении соли, то вот эта смысловая нагрузка Христа, она должна быть повседневной нашей, когда мы видим соль, когда мы ее употребляем, мы должны понимать, что для меня это означает. И вот первое, можно пожалуйста, следующий слайд, действительно значение соли в иудейском народе. И я нашел вот такой интересный текст, когда-то я не думал. Читаем Языкиер 16 глава 4 стих При рождении твоем в день когда ты родилась оба твоего не отрезали и водою ты не было амурета для очищения и солью не было посолено и пеленами не побито. Я потом узнал оказывается евреи посаливают своих детей. Думаю зачем? И следующий слайд оказывается это завес Богом. И когда Христос говорит о том что вы есть соль то он говорит вы в завете с Богом. Почему? Потому что завет с Богом всегда был заключен на соли. Пример. Все жертвы можете прочитать все жертвы вознесли святые которые возносят сыны Израилевы Господу отдают тебе и сынам твоим и дочерям твоим пред тобою устамом вечным это завет соли вечный перед Господом все детей они солили таким образом посвящали Господу и вот в этом контексте Господь говорит вы соль земли в этом контексте не в другом не в том когда мы говорили о физическом а в этом контексте что понимали евреи когда делали вот это своими детьми они посвящали и они понимали они особенный народ у них особенная миссия особенное предназначение их дети будут верующие они будут принадлежать Господу мало того даже само царствие то есть как отношение Бога к своему народу он как царь как владыка оно тоже было поставлено заветом соли следующий слайд нам об этом так и говорит не знали ли вы что Господь Бог Израил дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновлям его по завету соли и я почитал и оказывается действительно был завет Бога на соли и эта соль была обязательным атрибутом на каждом духовном каком-то служении то ли это духовная беседа стояла рюмочка с солью то ли это жертва была соль обязательно каждая жертва мы читали была посолена то есть когда Христос говорит в этом смысле вы соль земли как евреи понимали это когда он говорит в этом смысле что вы граждане моего царствия вы в завете и вы принадлежите вы мои и вот он говорит в этом тексте вы по завету соли мои дальше интересный текст соль употребляется во всех мы уже говорили жертвоприношения во всех я не знал никогда не думал но читал разбивал даже какие бывают жертвоприношения там мирные за грех там ну разные такие но никогда не думал о том что Христос делает такой акцент не на жертве а на соли и эту соль он говорит что в этом контексте главное не жертва а соль а что такое соль вы человек главное по отношению с Господом не жертва а сердце человека и тут сразу я вспоминаю Каина и Авеля была ли разница к Богу какой принять какую жертву лучше принять нет особо нет для него без разницы все от него чем мы можем удивить Господа но Бог сказал одному что у него грех и тогда он не принял жертву не потому что какая-то не такая она была в жертву в жертву нужно не служение а человек как много служителя вы уже прожили с Господом немало лет вы видели как много служений можно потерять хороших прекрасных служителей хороших прекрасных людей служение не дает святости не проповедь небеснопение и не любое это хорошо это неотъемлемая часть я не могу Павел говорить я не могу чтобы не возвещать эта часть моей жизни я не могу не говорить я не могу не быть этой солью но это не главное потому что главное в нашей жизни это личные отношения к Господу все что меня наполняет и Христос говорит жертвы это главное то что вы посвятили это вы часть моего народа вы часть меня я часть вас но я хочу чтобы у вас видели соль вы были солью вот интересный текст когда мы прочитали вы соль земли какое ключевое слово вот вы соль земли ключевое слово в этом выражении его здесь нет почему потому что оно означает вы есть вы не будете вы не были когда-то соль вы есть вы уже хотите вы не хотите вы влияете на людей которые окружают вас на работе дома и вот от нас зависит какого качества моя соль может она такая как христос сказал ее уже пора выбросить или наоборот она такая через на которую смотрят люди и благодарят и хотят бога и хотят иметь дело с нами они видят в нас христа они видят нас что мы другие даже без слов не надо много говорить иногда достаточно любить прощать промолчать не говорить о своих каких-то привилегиях о своих правах больше чем нам надлежит потому что мы должны понимать мы люди другого царства у нас другие ценности и вот вопрос в том как люди видят в нас эту соль по всей дневной жизни дети мужья на работе я помню однажды один пресс-фитер забрали одного брата в армию вот и пресс-фитер написал ему письмо говорит ну как там в армии тебя ж не обижают она говорит пастор не волнуйтесь я уже вот тут еще никто не догадался что я верующий вот и удивительно люди научились такое слово шифроваться так удобно пусть лучше не знают зачем мне эти проблемы я тоже себя ловил на работе может зря я сказал что я христианин все изменилось но при том всем когда люди я уйду рано или поздно мы все уйдем с наших работ все уйдем с этой жизни но вопрос как будут помнить меня как я показал собой христианство оно привлекает или наоборот люди смотрят и говорят ой опять он отошел где-то там только не хочу не говори с ним ничего не хочу это сейчас начнется или наоборот люди хотят со мной говорить люди я людям интересны я не каждый раз я не лезу людям в душ не начинаю их учить но я понимаю и людям хочется иногда помолчать со мной иногда просто побеседовать вот иногда просто действительно поделиться рассказать потому что действительно в этом мире очень мало душеподиспочительства этим занимаются люди которые ничего не понимают ни в Боге ни в душе человека и не лезут в самое святое всякими своими терапевтическими всякими процедурами антибиотиками и и в конечном результате так много мы сегодня видим самоубийств и так мы сегодня видим много депрессий потому что этим не занимается церковь мы как христиане последователи Христа мы должны быть интересны людям настолько сильно это как мотылек который видит где-то свет он летит на этот свет вот так и мы мы в своей жизни это практическая часть вот этого вот слова когда Христос сказал вы соль земли вот и понятно что например вот когда Христос говорит там слайд есть такой соль это завет можно да вот назад соль это завет да спасибо если мы в завете с Христом мы должны каждый задаться этим простым вопросом себе понимаете чем очень интересна практика или практическая часть как например я услышал слово Божие и что я должен делать я не могу вас заставить изменить себя в каком-то скажем в моменте в вашей жизни чего вам не хватает вы сами должны проанализировать себя где я не являюсь почему что мне мешает быть солью может это язык может это например какая есть опасность у человека всегда учить кого-то вот это непонимание или наоборот когда человек думает что он очень много знает вот и люди не хотят иметь никакого дела вторая часть значения завета это завет со Христом почему потому что когда Христос сказал дал заповедь любви это заповедь любите друг друга это заповедь когда он сказал будьте солью и апостолы все подтвердили это чтобы мы были солью то есть этот завет который Бог сделал с евреями на этом завете на завете личных отношений Бог сегодня строит и свои отношения с нами то есть это та часть которой не видно которая вне служения которая вне церкви это та часть дома какой я как муж какой как жена как работник какой я честный справедливый как христианин это то чего не видно это наше сокровенное и когда Христос говорит будьте светом будьте солью то он говорит очень просто что надо делать просто надо быть очень все просто что надо делать чтобы быть христианином просто надо быть им дома на работе просто быть и все стараться быть я знаю это тяжело Мы все люди, но Христос говорит, я вам дам силы, я победил грех, я вам дам силы победить грех, где-то иногда победить свое я, свое эго, где-то победить свои права, которые мы хотим отстоять в обществе, имея высшую цель, более благородную, иногда можно и смириться, и промолчать, и уступить место, хотя, возможно, я имею больше прав на место, и закатить истерику, я когда-то был свидетелем такой неприятной истории, когда мы ехали с одним пастором и женой, и жене не уступили место, она как закатила истерику, я уже думал, хотела выйти с автобуса, чтобы никто не узнал, что мы верующие, Поэтому иногда действительно, иногда можно было бы и промолчать, и постоять там, и не надо было, а представьте себе, если бы эти люди пришли бы в церковь и выделили эту женщину, это было бы так неудобно. Я когда-то слышал реальную историю из реальной жизни, одну сестру один брат обломал, ну, значит, ходила она по магазину и увидела, молоко стояло, одна бутылочка молока, Она так смотрит на нее, думает, надо или не надо, одна, а вдруг завтра не будет, ай, возьму. И так идет, так небрежно, раз руку, хоба, пропала, не понял, смотрит, а там какой-то мужчина, раз, выхватил, и к себе. Она такая, я шла, ну, начинает возмущаться, я шла сюда, я тут старый человек, мне надо, а он говорит, там не детям. Она говорит, а я шо, и, короче, как закатала истерику. А я тебя сейчас как шваркну, короче, этой сумкой, ты ж мигом вылетишь отсюда, из этого магазина. А он такой стоит и говорит, ну, если Христос вам разрешит, бейте. И она говорит, мне так стыдно, что он так сказал, он верующий, говорит, я отдам, мне не надо. И я себе так подумал, и она вышла на церковь, и сказала, мне так неловко было, и действительно, я так поступила, и проявилась вот эта вот человеческая натура. Я не хотел этого, на самом-то деле, оно мне не надо было, и можно было бы уступить, и че меня так завело, и че я так завелась. Ну вот, проявила такую слабинку, и дьявол воспользовался. Почему? Ему это интересно. Он хочет, чтобы мы не были солью, не были узнаваемы людьми в завете с Господом. Чтобы люди видели в нас обычных людей, которые просто ходят в церковь, просто не пьют и не ругаются. Но, братья и сестры, ради этого Христос пришел и постраждал на голове, чтобы мы просто не пили, не курили, и были хорошими, разными какого-то государства? Нет. Ради спасения, ради очищения грехов, ради того, чтобы мы стали его учениками. Знаете, рассуждение на эту тему, действительно, оно очень сильно глубокое, и поэтому, когда я рассуждал, я понял, почему Христос сказал, имеющий уши дослышит. То есть, когда он говорит слова истинно, истинно говорю, то есть, надо быть внимательным, что-то такое скажет. И когда он говорит о соли, и он говорит, услышьте, пожалуйста, что я говорю. Он говорит, последний слайд, он говорит о практическом применении. Как быть с солью каждого на своем месте. Я не могу вам указать, как. Я не могу дать какую-то формулу. Пусть каждый сам проверит себя, чего ему не хватает. Мудрости, терпения, долготерпение, смирение, кротости, любви. Я не знаю, чего. Но вот, в пример, я привожу три момента. Вы можете их найти очень много. Почему? Потому что вы только читаете Писание. Вы лучше меня, знаете себя. И вот один из примеров. В послании Колоссянов. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть, практически. Что означает иметь соль или быть солью? Следить за своим языком. Да, да, нет, нет. Это про шок. Это про то, что христианин должен быть человек слова. Если он сказал, он должен сделать. Если он не уверен, то пусть скажет, как говорит Иаков. Если Господь позволит, то будем в том или другом месте. То есть, думать, что мы говорим. Я иногда ловил себе на мысли, когда моя мама, например, говорила. Мы спрашивали, мам, еще есть конфеты? Мама говорила, нет, нет, нет. А Арсана, например, есть. То есть, это неправда. И можно было бы ей как-то по-другому сказать. Да свободно. И при этом не соврать. Ну, и такая вот святая ложь, она не снимает греха. Это грех. Потому что так написано в Писании. Всякая неправда, есть грех. То есть, когда мы говорим, когда Христос сказал, вы соль земли, первое, я должен следить за своим языком. Чтобы мой язык, моя речь была приправлена. Такое плохое слово, когда в мире говорят, ну, ладно, не буду его употреблять. Вы сами знаете. В любом случае, действительно, сегодня этого не хватает. Я помню, когда-то с верующими очень хотели иметь дела. Сегодня очень мало кто хочет иметь дел. Почему? Потому что очень многие не отвечают за свои слова. Они обещают и не делают. Иногда легче, проще с неверующими иметь дело. И это страшно. Но верующие и нам не доверяют. Даже есть такая поговорка. Не бойтесь, вы не в церкви, вас не обманут. Я когда услышал. Это неверующие говорят. И к стыду нашему скажу, нам очень мало доверяют. Это говорит о том, мы должны научиться. Научиться вести так, чтобы люди доверяли. Они знали, мы люди из слова. Мы люди чести. Мы люди христиане. Мы следим за своим языком. У нас нет плохих слов. У нас нет даже эвфемизмов этих всех выражений мира. Когда действительно люди вместо мата прикрывают такими благочестивыми словами. А на самом-то деле это врань. А Христос говорит, пусть гнилое слово не выходит с уст ваших. И это очень важно. Почему? Потому что поэтому смотрят, какие мы христиане. Какие мы последователи Христа. И они говорят, это наш человек. Соль добрая вещь. Но если соль не солёна будет, чем вы её поправите? Имейте соль в себе. И мир имейте между собой. И второе, что я для себя взял. Я делюсь то, чего мне не хватает. Первое, это следить за языком. Вы можете себе найти. Я не знаю. Вы знаете писание. Ну, не хуже меня. И второе, имейте мир между собой. Сегодня в мире очень много такой доброй ненависти. Когда люди, вот даже в фильмах, вот, как человек защищая кого-то, убивая. И все такие, вот молодец. Он же защитил. Но убил человека. И вот люди смотрят, например, смотрят в бокс. Два там товарища за деньги. Они верующие смотрят это. Давай его, давай. Я вот это как. Я перестал смотреть в бокс. Не от этого, что я там сильно там стал праведный. Или обсудил. Не. Из-за того, что я понял, это не моё. Мне оно не надо. Потом, это сообщество. Это культура. Она не приближает к Господу. Скорее наоборот. Поэтому очень часто в Священном Писании есть некоторые ограничения христианам. Не для того, что Бог хочет нас, как бы, наложить на нас какие-то пута. Наоборот. В Христе Иисусе мы имеем свободу. Но вот вопрос. Зачем мне это делать? Если оно не назидает. Если оно не принесет нам пользы. И тут каждый из нас должен быть судьей для себя. В свете Священного Писания. Потому что так Павел говорит. Если бы мы судили самих бы себя, то мы бы не осудили. Мы бы по-любому нашли какое-то оправдание или алиби своему греху. Но мы имеем Писание. И когда мы смотрим на Христа, как образец соли, которого Бог послал как свет. И смотрим на себя, мы должны увидеть свою несостоятельность. Если мы ее увидим, мы должны сказать, Господи, я не в завете. Господи, мои слова расходятся с моими делами. Господи, я не имею мира, покоя. Сегодня в этом мире очень важно нам не разлобиться. Не разлобиться войной, слухами военными. Вот это и вот святым убийством. Когда люди пишут, слава Богу, пусть их там побольше бьют. Или еще что-то. Это в социальных сетях христиане пишут. Побольше там смерть, тем, тем. Это христиане. Я иногда думаю, этот дьявол специально это делает, эти воины, чтобы побольше соблазнить не его людей. Они уже его. Христиан. Нас. Наши детей. Мужей. Жен. Поэтому христианство, оно, это Божий проект. Но оно зависит от нас, как носителей Христа. Мы с вами носители Христа. Мы с вами соль. Мы с вами завет. Мы с вами вот тот образец, на который должны люди смотреть в этом мире. И сказать, я хочу ходить в такую церковь. Я хочу служить такому Богу. У них так все хорошо. Когда ученики были с Христом, они чуть-чуть побыли, и потом сказали, Господи, кому нам еще идти? Знаете, когда я смотрю, что творится в этом мире, я так благодарю Богу, что есть в церкови. Я говорю, это единственное место, где за тебя помолятся, где ты молишь, за кого-то помолиться. Это какое-то убежище. Это самое лучшее, что придумал Господь на этой земле. Это церковь. Я не понимаю людей, которые игнорируют церковь. Вам же лучше будет. Мы же, церковь нужна не Богу. Нам. Я себе не представляю, как без церкви. Как без церкви. Вот это как вот эта формула, натрий хлор. Когда отдельно, это опасно. Я когда возьму каждого отдельно, где-то, это ужас какой-то. Даже себя. Ну, когда мы вместе, это прекрасно. Это Господь смотрит и радуется. Так написано в Писании. Смотрит, когда мы молимся. И когда действительно христианин в церкви, это сила. Но когда он один, это эгоист, такого еще поискать надо. Что его меняет сообщество. Быть христианином. Это честь. Это привилегие. Когда Христос сказал, вы есть. Он не хочет, чтобы мы, знаете, где-то там шифровать. Он хочет, чтобы каждый христианин на своем месте был, начал быть. Потому что люди уже смотрят и делают выводы. Или позитивные, или негативные. Я хочу, чтобы в нашей жизни люди видели только позитив. И желаю вам этого в грядущей неделе. Давайте помолимся. Слава Господь, за Его Слово. Аминь. Кто хочет помолиться, пожалуйста.